Добрый день, уважаемые любители шахматов! С вами Мастер Фида, Мастер Спорта Украины, Пулин Андрей. И в этом 26 интерактивном уроке для КМС+, на основании моей тренировки с Игорем Самоненковым, сводится разбор темы «Динамика в атаке». В прошлом видео мы поговорили про все «Динамические концепции» и про чувства момента. В данном вступлении я хочу затронуть тему «Атака по полям одного цвета», а также четвертый пункт «Количество фигур побеждает качество фигур». Этому будет посвящен пример из моей партии, где я играл против фиде-мастера Тао, почти Таль, и я с ним сыграл в стиле Михаила Таля. Последний ход белых слон С3 оказался крайне неудачным, вместо этого его надо было собрать либо ладья Ж1, либо слон Б4, и здесь мне удалось просчитать вариант с четвертым качеством, и он работает. Ладья бьет Д3, после чего проходит атака по полям белого цвета. Мой соперник ударил король Д3, но, конечно, когда я бил на Д3, нужно было посчитать принципиальный вариант. Ферси 8, Ферси 4, Король Е1, и жертвуется второе качество. Войдя С3, БЦ. Ферси 3, Король Е2. Здесь можно вспомнить хорошую концепцию. Называется, что даже если вы просчитались, если у вас есть запасной вариант, то можно найти на данный вариант. Поэтому Ферси 2, Король Е1, Ферси 3, у вас есть ничья, и уже вы этому довольны. Но затем вы считаете вариант дальше, и, конечно, не сложно найти под слон Е6. Продолжая атаку по полям белого цвета. Белые должны сыграть Ф4, иначе слон С4 смертельно. И слон возвращается на Ж4, Ф3, Ферси 2, Король Е1, и слон Ф3. И тут как раз мы говорим о том, что количество победило качество. У нас в атаке всего лишь две фигуры, слон и ферси. Мы сейчас находимся в позиции, где у нас не хватает два качества, но из-за того, что смертельная угроза Ферси 2 и слон Ф1, белые теряют ладью, после чего у черных технически выигранная позиция. После этого, король Д3, ладья Е6. Важный промежуточный ход. Мой соперник защитился путем ФБ5, ФС7, ФФ2. У меня все равно решающая атака. Например, забавный вариант. Его могут сыграть ладья ШЕ1, ладья Д6, слон Д4, слон Ф5, король С4. Ферси 2, слон С3, ферси А4, Б4, слон Д3, король С5 и ферси Б5. Атака пошла в полям белого цвета, и как видим, что в одном примере, если говорить о последней атакующей концепции, а именно зона мата. Ну, не было такого зоны. Король получил мат, где он не мог убежать в любом случае. Ферси Б5, ФФ2, ладья ШЕ1. Здесь я сыграл ФФ3. Это не оптимальное продолжение атаки. Во время партии я видел ход С5. Идея в том, что нельзя сейчас, в отличие от партии, защищаться каким-либо образом, кроме как сыграть ладья Е2. Я бью, король С2, ЛНФ5 шаг, король С1. И тут я не был уверен, потому что я считал вариант ладья Е3, после чего вроде бы у черных выиграно. У соперника есть ферси, он может создавать какую-то контр-игру. Ну, я упустил, что у меня есть вот ферси Ф1, а на слон Е1 простая связка, слон Ж4, и партия сразу заканчивается. После этого ферси Ф3 этот ход ничего не портит. Партия немного продолжается. Король Д2, слон Ф5, ладья Е2, ладья Д6, слон Д4, ладья Д5, ладья Ф1. Ну, и здесь у меня был выбор, как отыграть фигуру. На самом деле, ладья Д4, ферси Ф1 был лучше. Но, опять-таки, почему-то во время партии я начал бояться призраков в виде хода в ферси Е8. Поэтому сыграл ферси Е4, ферси С4, С5, ладья Ф4. Ферси Е6, ладья Д4 тоже выигрывает. Разницы нет, фигура отыгрывается. Король Е1, СД, ладья Д4, ладья Д4, ферси Е6, ФЕ, ЕД. Ну, и в данном окончании я легко выиграл, поскольку у меня два слона и пешки на королевском фланге идут вперед. Задача моего соперника также была достаточно оригинальна. Он сыграл 8 коней и здесь сдался. Так что, нужно отметить, что в этой партии очень хорошо демонстрируется сразу несколько данных динамичных концепций. Конечно же, все фигуры в атаке. У меня были дальше чувства моментов. То, что я почувствовал сейчас моменты нанес удару 1 до 3. Основная тема – это атака по полям одного цвета. Фактически все атакующие хода за меня были по полям белого цвета. Ну, и надо отметить концепцию, то, что король был заматован в некоторых вариантах и не было зоны, которую опасно он должен покинуть. Поэтому тема достаточно сложная. И надеюсь, вам понравится данное видео. Если вам понравится данное видео, можете поставить лайк, подписаться на канал, оставить комментарий и оформить спонсорство на канал. Дисклеймер. Игорь Самунинков – самый молодой гроссмейстер мира, на 1 января 2024 года. Данные тренировки проводились со звания кандидат в мастера Феде. Материал достаточно сложный, поэтому рекомендуется как минимум пересмотреть плейлист тренировки по стратегии для первого разряда КМС. За время тренировок с января 2021 по май 2023 рейтинг Игоря Самунинкова вырос сила 2209, до уровня международного гроссмейстера 2501. Игорь выполнил звание международного мастера, с первой нормой международного гроссмейстера. За данный период времени у Игоря было большое число тренеров, спонсоров и тренировочных партнёров, поэтому нет прямой связи между прогрессом Игоря и изучением данной тренировки. Ну, они должны идти одинаково, потому что у них статистически пешка слабая, например, и три-четыре. Стоп, что будет если хоть чёрно как они сыграли? Если играют на блокаду, да? Угу. Они не всё заблокируют. Что они не заблокируют? Кроме резких фланг. Поэтому, как сыграть чёрно? H6. H6. И создадут блокаду, и всё плохо. Какой мы охот обязанно рассматриваем? Уже пять. Ну, конечно, они могут не ударить, а мы бьём на F6, и король вскрылся. И идея белых. Какой динамический фактор появился? Открытая линия. Что делается? Впереди в три. А как батарея должна выглядеть обычно? Впереди. Впереди. Вот. Ты ферзя ставишь. У меня просто была идея, что я сразу... Впереди в восемь ночью. Ну да, шесть. Сделают форточку. Я пойду среди в пять. Ну, это возможно. Если создавать батарею, то, наверное, надо сразу считать правильное создание батареи. Ну, долго. Знаешь про типовой манёвр води? А, водя A2. А, водя A2. То есть это типичный лифт, и он очень часто случается в таких позициях. Ферзевый гамбит, защитная немцовище. То есть поставили пешку на C3 обычно. У них до сюда всегда есть место. Второй линии. Ну, и когда пешку конец М2 появляется ещё важное поле. З4 это только усугубляет позицию. Выпадя F2. Приняем. Батарея. Ферзь F1. Позиция разваливается. Почему тоже мы знаем очень важную вещь, что когда видим такого коня на А5, то нужно играть на противоположном флаге. Потому что в атаке у нас будут лишние фигуры. Но белые побеждают. А вот здесь, конечно же, можно искать динамику. Почему? Потому что разносторонние рокировки. Игра при разносторонних рокировках и при разноцветных слонах – это всегда динамик. И белые. И на взятие. Ну, там КГБ есть первый вариант, наверное, у меня всегда есть ничья. Ферзь F4. Ферзь F4. А второй вариант? А5. Теперь вопрос, что лучше бьём? БА или Б5? Б5. То есть они в партии сыграли. БА. Ну, надо закрывать позицию. Использовать поле А4 так блокадное. У чёртов есть линия Б, но по ней не так просто атаковать. А когда бьётся, то у нас лишняя пешка. Мы очень отстаём в атаке, чтобы не показал движок. До сих пор нуля рисуют. Позиция уже крайне неприятная для белых. Но если говорить про всю эту идею, B4, A5, она достаточно стандартная. Слон под боем, но наш ход. Дебютная стадия. Здесь явно должно бороться за инициативу, без вопросов каких-либо. Ой, какой-то единый шунь. Е5 уже Е6. Ну, то есть примерно достаточно простой. Слон С8 просто начинает новую партию, да? Ну, поэтому Е6, ну, мы отступаем. Взял, мы на взятии отбери. В Д5 войдя Д5. Версия 7, наверное, самая сильная защита. Но всё равно позиция тяжёлая. Вот как надо было в этой позиции играть. Чтобы его сыграли недостаточно динамично. Уже такой ход, как Е5, не все сделают. Ну, бей. Да пусть от Е5. Д6, седенцы такой Е4. Ну, это перебор. Сделал что-то переборного. Тут правильный ход. Слон Е3. В партии сыграли слон Н4. Но слон Е3 сильнее. Вязь действительно идея работает. Но позже. А именно от 3-0 до 6. И слон атакует коняпы. После этого разваливается позиция. Теоретическая позиция много раз. Возникал можно даже назвать это дебютной ловушкой. Смотря по базе около 10 раз эта позиция возникала. Белый мог бы использовать динамику. Ходиаш Е1. Король Ф8. Д5. Слон С3. БЦ. ЦД слон Д5. Конь С6. Конь Ж5. Зато недостаточно динамично. Уже 4. Какая-то идея есть? Уже 4. Аж. Слон Ж4. Ходиаш 7. Ходиаф 8. 3Е1. Король Д8. Конь весит на Ф3. Что делать? Конь Е5. Слонь Е5. Где? Действительно. Потому что пешка на Ф7. После этого не может быть счетом. Кончили Н4. Слонь Е5. Слонь Е6. Конь Е4. В общем, у черных нет координации между фигурами. Поэтому, объективно, после Ж4 надо играть слон Е6. После слона Е6 черная должна бить чем? Пешкой, да? Там продолжается ударить королем. Атака продолжается в Сашах. Играем в конь Е2. И здесь. Белый к перевесу. Ну, ладно. Уменьте, что это лучше возможно. Если не сыграть в Ж4, то, на самом деле, посылает ДЕ и ДЕ. Королев 8. Ж4 тоже идея. Но она уже не так хороша. Потому что слон Е7 появляется. Вот поэтому. Так вот было сыграно. Ну, и черные здесь слона Е5 сыграли. Ну, и белые забирают на всем. А теперь очень важный момент. Что сейчас уже динамика заканчивается. То есть надо как-то стабилизировать перевес. То есть партии белые сыграли. Конь Е5. Видим, что перевес большой остается. Но это неправильная динамика. Правильная динамика была следующая. Можно было сыграть. Е4. Ну, опять-таки, если у нас было время. Дополнительную позицию. Но времени нет. Конь Е4. У нас вот Д4. Конь Д6. Шаг. На конь Д7 будет. Войдя Д1. Мы превращаем нашу динамику. Решающую атаку. Ну, и если сыграть вместо этого с ВМД7. То та же проблема. Д3. И здесь такой... Вот. К4. Разбивающий. Ну, если вообще говорить. Позиция начальная. Но как-то хорошо узнать дебютную теорию. То, что было пример, это партия 2011 года. Это последняя партия, которая была. И он наверняка. Томашевскому не надо было даже придумывать. Что до него уже играли. Понятно. Партии менее известных сыгрей. Что-то связано с динамикой у вас. Ведь бешку на Д2 плохо. В целом, вообще, проблема, что чем выше уровень человека, тем меньше для него есть тренировочного материала. Когда начинаешь, то миллион подойдет к них. Когда там уже первый разряд, не все подойдет. Когда КМС, то уже мало что подходит. Когда доходишь до мастера международного. Есть дебютные книги хорошие. Точнее, вся подготовка. Хороших тренировочных позиций надо их находить. Тут будет пять. Сидей. По словам будет пять, войдя пять. А на первой пять, конь и пять. На первой пять, там войдя восемь. Опять войдя пять. Белый град. Ну и теперь конь, войдя восемь. Просто сидя сон, смотри. Я конь бы четыре, сейчас считаю. Он там подвесит. А, ну на d4. Хочешь на d4 выбрать. А, потому что... Мы играем а4, сначала прогоняем сон. Там еще левый пять идет. Убраем сон c5, да. Восмашнице, вот я f5. За четыре, конь и пять. Просто все теряется. В партии чуть сильнее было. Сон c5, своб d2, но тогда конь d4. И тоже все достаточно печально. Сон c5, своб d2. Пульсиметричная позиция. Ну я бы надо динамик считать. Рейтинг 2430, это топ 1600 мира. Ну или топ 1200 евро. Я когда-то проводил исследование, по-моему, согласно моему исследованию, 1700 является таким рейтингом, который делят людей на половины больше, половины меньше. Я считаю, вон с 3, с 9, на конь gf4, конь db5. Ну это, есть это такой активный ход. А есть еще другие. Ты пытаешься использовать связь, поиграть на короля. Ну что f5, но конь gf4, g3. Или f4. Ну что, у нас есть. Вон черт, конь f8, конечно, можно тоже собрать. Да, мы как раз меняем конь c3. А в чем разница? Потому что в варианте тоже можно было собрать в эти ац5, а сейчас пешки ушли. Водей 1, водей f1 от ума. Теперь все по 8, говорит, ухажается. В общем, пешки. Ну мне вот, я считаю, что конь на севере его поняли, что делать. А, там перейдешь 3, наверное. Да, там перейдешь 3. Ну, поэтому конь g6, точнее, чтобы открыть. Теперь вторжай. Ну и в черных плохо. Можно это лучше. С5, например. Мы собираем конь e5, фиржи 3. И собираем конь e6. Ну, в принципе, здесь уже можно сдалека подойти. Позиция закончилась. Есть. Абор на поле. Но, когда доходим в эти позиции, можно, конечно, игру продолжить. Водей 2, 1. Подготовительный ход вообще сделать. Водей 5. Мы создаем угрозы. Водей 5. Водей 5. Водей 5. Водей 5. Водей 5. Водей 5. Видим, что появляется армия 4. Здесь, скорее всего, белый выход. Это относительную. Водей 6. Ясно тратить ход d7, чтобы остаться с лишним. Водейв, отправим. Твой первоорначенный и R, там, тольцы сотребление. ДВ6, я использую связку под опцион ДВ5, он заразваливается. КНИ-4. Это не типичная сицилианская идея еще. ДВ5. ДВ5, поскольку кликотик рассчитывал. Не особо, но КНИ-4 просто не понял, что делать. ДВ6, ДВ5, ДВ4. ДВ6, КНИ-8, да тут качество теряется. Ну, везде эта идея. Не зря КНИ-4. С одной стороны, потеряли контроль над полем ДВ5, с другой стороны КНИ-6. Идея везде. ДВ5 и ДВ5 считаете? Да. Белый КНИ-6. В принципе, очевидно, что лосник нет. Она перспективная для нас, потому что пешку мы блокируем, но теперь обзматриваем возможности белых. Кроме как ударить одной зландии, еще и слон. Потом слон же взять. Один из идеи доходов. Что же делать? В общем, смысл этого хода? Смысл? А, у них еще? Сейчас, в плане 3 самая опасная угроза. Сейчас уже, если взять одну зландию, то на F5. Ну, хорошо, я тоже могу ввести с ЛНИ-6. С ЛНИ-6 взяли, взяли, взяли. Войдет какая-то, отступают, собирают. Ну вот, оценка. У черных чуть лучше. Я считал, надо было биологи. Ну, теперь рассмотрим. С первого входа. КНИ-8. Можно ударить. Можно ударить. В общем, лучше. Ну, я думаю, у лоди лучше. Увидел ли ты замечательную вещь? Следующую. На F8. Следует. Войдя С1. Нет, я этого не видела. Просто посмотрел, что... Ну, там, да. С8 всегда спешит слона. Идея следующая. На конь бьет Е3. Ну, вообще, надо ударить. Ну, как? Войдя занял линию С1. Ну, как? На конь Е3. Последует замечательный удар. Слон Д3. На С5. Последует очередной удар. Конь Д3. Солянские позиции, они очень острые. И здесь оказывается, что белые не теряют качество. У них даже определенный перевес. Поэтому... Вот этот чек. Мы с самого начала не можем это увидеть. Но вообще, надо быть лоди от С1. Уже идея, конечно, не работает. Получается. В общем, в соображении, конечно, лучше ударить лодиой. Захватываем линию. Да, вообще, соображение. Дальше. И палки выигрываем от материала. Т5 это типичный контроль. Это то же самое, как в ЕЖД 5 и так далее. Всегда надо следить за подобными ходами в данной структуре. Так. В этой позиции даже Михаил Таль не смог найти лучший ход. Потому что у него хорошее динамическое чувство было. Собрание достаточно динамично. Так получилось ничем. Ну, тут он у нас сразу динамичных F4. F4. Правильно. То есть в парте последний локон D4. Менее динамичное продолжение. И белые могут просить позицию с помощью B4. Надо было играть F4. Действительно. Сразу F4. Посмотрим. F4. F4. Взяли. Раскинялись. Забрали на F4. И слон D4. Ну, вижу. Все уходит с доски. Включаем. После коин D3 блокады начинать. Ф4. Коин C2. Увы, здесь никаких проблем уже нет. Более динамично. F4. И здесь есть белые. Возможность B4. Но она уже много хуже. Потому что коин на D4 стоит. Мы просто смогли. Сейчас сыграть на F3. Вскрываем линию. И играет. FG6. Нет. Ты можешь на G3 надавить на боку проще. А, E4. Ой. Неприятная позиция. Это первая возможность. Вторая возможность. Еще хуже. Король G2. Потому что тут E4. Ну, и также коин G2. Можно сыграть. Тут уже идея Таня. Там много лучше. Чем. То изменилось. Ну, было слона у нас тут уже. И конь. Включение ходов F4 коин G2. И дает белому в этой позиции соворачивать коин C2. И подменять материал. И коин G2 также был расположен. Так что, фактически. Ну, как. Это тоже можно с самого начала решить через профилактику. Увидеть ход. Конь D4. Увидеть B4. Досчитать это до конца. И потом сделать. В основании того, конь идет по C2. Значит, надо отфлечь коня. И поэтому результирующая F4. Ну, по-другому, можно с помощью счета вариантов разными методиками решить. Что-то идет. Такая атака у короля. У нас тоже есть фор. То есть, кто-то вообще без комментариев. Первая позиция. Видишь, что? Ну, это H6. Ферзь D1. Король G2. Ферзь H5. Король G3. Ферзь H6. Слон D5. Ферзь G7. Слон F7. Король G8. Ферзь G7. Король G7. Слон D5. Потом взят на B7. И там. Ну, черный. Еще не так просто выиграть. Я просто ничего другого не вижу. Да. Я пытаюсь сделать ничью. Так плохо. Ты хочешь. Мат поставить, а не делать ничью. Как-то мы хотим H6 и замотовать. С помощью слона. Какая самая неприятная вопрос. Мы не можем убрать. Будет охотить, типа, Слон С2 делать. Замедляет. Надо искать активные ходы. Иногда активные ходы принимают удивительный вид. По факту. Не скажешь, что они активные. А вот сейчас мы слон D5. Это нападение. Мы не можем снять слон D5. Это вот шаг. Шаг на H5. И удар ЛД5. Потому что слон D5 это не угроза. Это же еще ищий ход. Слон С3 или Е6, правда, не пьет. Здесь вот F3 это неожиданное нападение. Редко бывает. Вот так. У нас есть взятие такое с нападением. Это плохо. Пешка на H5 провисает. Фактически, также можно назвать ход F3 профилактикой. Если ударить, то как защищаться? Только слон Е6 или ладья Д6. Ладья Д6 забрали ладью. Все замечательно. А если слон Е6, то... А Ф4D4 ладья И8. Ладья И8, Ф4D4 жажда. Ну а ты опять борешься за ничью. Почему за ничью? Материал получился. Хороший? Да, на меня так. Так. Поэтому, если у королей Ф8 неприятно. А еще. Самые какие-то возможности, когда их пропускают. Взять, а есть какой-то? Есть. А что ж ты ищешь дальше? ЖСЛОН Ж6. ЖСЛОН Ж6. ЖСЛОН Ж6. Угроза С1 на F7. Реальная единственная защита. Ферзи G3. Ферзи G5. Ферзи G5. Ферзи G5. Ферзи G5. Потом забирать. Это первая возможность. Если черные принимают ладью. Вторая возможность. Ферзи G3. С идеей на отступление короля на линию Аш. Сыграть Ферзи G6. Потом мы играем в короле Ф8. Достаточно просто. И у нас та же идея. Плюс у нас дополнительная идея появляется. Свол Е6. Залим взяли. Взяли она войдет Е7. У нас есть какой ход. Е6. Войдет ДЦ1. Нет. Взяли у него на положение Ферзя. Войдет Е1, и... Вудет поле Д2. Так, что нужно сказать? ДД-3. ДД-3. Ну, то есть нет отступления. Адекватно. Взяли с 6. Ф7. И из-за того у черных есть единственный ход. Они должны понять, что самая проблемная. Это то, что их король вот-вот будет заматован. Поэтому как черного надо играть, чтобы не получить мау. После того, как мы просчитали. Взяли активная защита. Ферзи шесть. Ферзи шесть. Чёрные должны стремиться. Ферзей мы меняемся. И какой делаем себе? Вот после чего у нас перевес. Небольшой. Пойдёт в пензи. Надо защищаться. Не, пойдёт в пензи пять. Здесь, конечно, ты можешь получить проходную пешку Д. Одинное качание. Можешь просыпаться на шесть. Аж шесть. Ну, то есть, давай, просто от короля. Закрываем в коробочке. У нас перевес. Пешка А не идёт. Пешка Д. Вот это вот. Вот это три. Возможно только при храпшем чёте. Понятно. Так, вот тоже позиция динамичная. И тут наличие разноцветных слоунов. Фактически полной симметрии. Водятся четыре. Нет. Не знаю почему. Моге. Видишь, войдя-то два, войдятся е4, войдя-то е9, войдя-е7. Слон f3 важный. Слажай в воде на качание получается. То есть, войдя-то два и гея. Другой стират на сердце, на пояс, это звёзды. Слон g5. Это работает? На уроке, да? Ну, и не монет слоунов. Три на счёте, где-то е1, слоунов е7, войдя-то 1 лгц. О, то есть, второй вход нормальный. Здесь у тебя хотя бы будет игра против пешки c6. Да. Это не является решением, потому что тут есть выход, который построен на динамике. Я скажу, что тут, допустим, пацанка позиции плюс 3. Ты удивишься. В этом сложный шаг. Статически можно очень легко размножить эту позицию, убедить пешку c6, сказать, что убил чуть лучше статически. А динамически ты не можешь этого почувствовать. Строится на счёте вариантов. Динамика связана с положением фигуры. Положение фигур невозможно человеку убить. Ферзь c2. Ферзь c2. О, если собрать слон f5. Коль же 4. Слон f4. Пешка на c6 потеряется. Ферзь c2, сколько у тебя в 3. Уже. Ферзь d7. Ваи и 4, да. Ферзь d2 и... Е8. Подожди, пателли и 2. Надо увидеть вот эту вот таксуку. Видим, что есть ход ещё в 3 вариантов. Потом собрать все в 3. Вот это я так и ошибаюсь. То есть этот вариант пассивный. Вообще, играть без пешки c6. Ну, принципиально легенд. То есть если нет хода ладея 4, ладея 8, то всё хорошо. В результате они тут остаются без чек. Самая первая идея, которая пришла, она вроде логичная. Уже 4. Прямо сейчас. Без того, чтобы отступить в ладёй. Ну, это слишком оптимистично, что-то если он наш 1 ударит. 5. Ну, это хорошо. Вперёд пойти. Мне кажется, это слишком оптимистично. Как подготовить фланг G4, G5. Ну, ох, я просто вижу, что там... Если коня он просто отойти, то я к конь d5 дальше просто нахладим табу. Или может сразу просто нахладим табу. Да 5 сразу. Я G5, конь е4. Поэтому не надо спешить. Ну, кстати, тут хорошо работает правила на атаку. Но фланг не нужно отличать под ударом C. Как подготовить это движение, конечно. Подержи 1. Подержи 1. Что там... А все слони Е2 сыграли. О, это очень статично. Д5. Чтоб мы перехватили инициативу. Победили. Подрати G4. Чтоб мы собираем D5. Я приведу. Владя G1. Тут у них есть 2 входа. Первый, из которых вводя Fc8. Мы играем G4. G7, G5. И, например, если черные пытаются собрать F6, чтобы остановить на движение пешки, то мы играем... G6. G6, да, 6. Отличная идея. Передешь 4, 7, 6. Да, соль на 8, мы все равно играем соль на 6. Да, соль на 7. Отличная идея для старой индейской структуры. Это первая возможность. Вторая возможность. Черные пытаются создать контр-игру путем D5. То есть сейчас на G4 уже будет B4. Размена и поток D5 будет. Правда, что мы делаем в данном случае? Прежде чем поставить D4 для фигуры у черных, D5 хочет помочь провести тело. Что мы можем со слетом сделать? Может быть, если будет 3, там, будет 4. Д3? Нет. И тут уже D5 входа нет. Поэтому G4, D5. Такой он D7, F6 был. Да. Ваде 8. Ну, белый перспективная позиция. Там, например, у нас вот и 3, G6 сегодня. Ж3 с идеей ваде H3. Лиза сказать, в черных проводах. Видим, что есть план D5. Но ваде H3 всегда в таких позициях. Ну, ты играешь в трех проводах, знаешь, H5. Ты идея, F6, король, H7. Клв позиция, Георгий, Георгич. Зоя, динамику, Клв велись огромного, перевес. Слона H6, он обязан играть Слона G7. Ну, потому что Слона G7, где-то делается 8. Потом Слона G7, король G7, Ози Айс 7, Фреба 4, Ферст 7. А здесь можно остановиться после Слона G7. Слона G7, король G7, мы еще... Потому что, в принципе, что ты сделал, поменял. Не очень полезная Слона, но более полезную фигуру. Можно ударить, конечно, на Клв 7, но это размер. Ферст С5, по-моему, мужчина. Ферст С5. Вот такой вот сделан. Ой, пассажир. Ферст С2, белые выиграли пешку, ходом Ферст С7. Войдя под бой, надо отступать и Ферст С8. Последняя пешка еще на бассейн подписает. Ой, это самое четкое решение. Движок здесь показывал. И другое, да, у нас огромный перевес, но вот тут у нас форсировано, благодаря динамике, как С5 тоже не единственный ход, но он самый четкий. Добиваемся, начнем материала. Уже повышение отток и у всех оставшихся. Тоже одно. Когда мы делаем первый ход, у черных есть определенная развивка. Ферст С6 и Ферст С6. Ага. Ну, то есть, схода Ферст С6. В чем тут проблема? Е4 белый играет, но потом Е5 или конь Ф5. Ну, то есть, мы захватываем пространство, здесь можно остановиться, когда мы считаем ход конь Х4, потому что у нас большой перевес. Теперь рассмотрим сделанный в партии ход конь Х6. Поляр конь ДФ6 будет чуть сильнее. Ой, конь Х5, надо по-любому играть. Конь Х5, ну да, то есть, минус этого хода и с того хода конь Х5 может последовать. И после Ферст С6 мы играем, чтобы продолжить нашу идею давления пешки Д5. Ферст Б3. Ферст Б3, что-то играет. Ферст Б3, ну да. Конечно же, можно было пытаться сыграть Ж6, чтобы последовало на Ж6. Конь Д5, слон Д5, Ферст Б3. Ферст Б3, С7, Ферст Б3, С7. Ферст Б3, С7. Ферст Б3, С7. А в черной партии сделали длинную рокировку, и здесь Каспаров сыграл недостаточно геномично. Он сделал рокировку, достаточно геномично ухватывает. Читовое положение короля на С8. Конь Д5 заиграет. Ну да. Вообще, я не верю, что это был конь Д5. Д5 можно наиграть. На самом деле, не совсем понятно, почему Каспаров так не сыграл. То есть, он сделал рокировку, и этот факт мне не понять. Если честно, вводя С1 тут предлагается. Но я сидел сейчас две минуты и не могу понять, в чем проблема. Вот такой Д5 получается. Боже мой. Так. О-о-о. То есть, делаем вывод, что здесь после конь Д5 все плохо. Теперь возвращаемся в начальную позицию, и все-таки пытаемся сделать лучший ход для черных. Это конь Д6. Он выглядит неправдаходом. Ну, потому что конь Д5 остается. Тем не менее, пешку Д5 и черные легко могут защитить, когда поводят Д8 или длинной рокировкой. Но как мы продолжаем развивать нашу инициативу? Такой у нас есть активный ход для тела. Достаточно популярен во всяких разновидностях в новоягийской защите. Вариантики Тросяна. А три конца три? То есть, если мы просто собираем конь Д5, уже это особо ничего нам не даст. Пешку Д5 черные могут защищать. Пешка держится на Д7, самое главное. По рокировкам черные ориентируются, партия продолжится, а мы должны использовать перевес в развитии, нарушая координацию черных. Д-шаг Ферзь Д4? Ферзь Д4. Стандартная идея. То есть, если черный сыграет Ферзь Д7, конечно же, Ферзь Д7. Будем играть эту позицию. Наверное, это лучше возможно за черных, хотя движок делает ход С6. Ну, король Ф8 это вне обсуждения, конечно. Вообще будет странное расположение фигур. У нас всегда есть идея Ферзь Б4, что либо заставить черных сыграть С5. Из-за чего у них вообще плохая структура. Движок все-таки думает, что надо играть П5 или С6, но оба хода ведут к тому, что портается структура. Если не такая уж она и плохая, чёрт. Позиция тяжёлая. Так что, если белых бы так не собрали, то они выпустили весь свой дебютный динамичный перевес. Делается рокировка. Ничего особого не происходит. Типичная позиция за слоном на П7, где у белых небольшой перевес. Кунь H4, у белых большой. Это заставляет черных идти на дополнительный позиционный воздух. Здесь у белых есть первой выигрыш. Они не нашли его. При этом надо отметить, что последний код полчёрная Кунь H5 даже. Взятие на проходе возможно. Это может быть хорошее код, а может быть специально это стрелал, что это плохое. Я думал, что уже четырёх надо играть. Нет. Всё строится на динамике. Очень важный динамичный фактор. Какой? От критерий нет. Ещё нет. Но это подсказывает. Когда ты бьёшь на F6, либо бьёшь на D6, и там этап линия E вскрывается. И всегда обязательно можно подклеить динамику. Эта идея достаточно глубокая. В глубине E4. Идея в том, что бить, я думаю, это потому что после ED, CD, ну, E3, E1, потом всегда больше UB5 висеть. По ходам. ED, CD, E3. Чёрный как собрать. G6. Я просто сыграю, чтобы подкрепить пешку. Собрают вот и аж его. И E4. Вот на котором всё держится E4. То есть дать ещё один этап чёрный, мне не сыграют. Суар F7. И у тебя минимальный перевес за счёт собрать пешки D6. Правда, C4 они ещё могут выйти. Ну, они ещё и король D6 могут. Колькишин домой. Не-не, потом. G6. Ладяж Е8. А4 C6. Тут уже массовые размены. Ты выиграешь, кажется. Так что это форсировано быстро. Белые в партии сыграли EF. Они достаточно динамично. И здесь у чёрных есть уже защита. У них нет сейчас пешки на F5. Поэтому они могут собрать владя E8 и собрать слона F7. Шаха нет. Размены, конечно, в белые остаются с перевесом. Но выиграть сложно. Что очень часто случается. Добиваешь динамики. И приходится играть техничное окончание. Партия задерживается. То есть в партии чёрные сыграли, чтобы у 1 и проиграли. Потому что рассчитались на глубине 3. Можно было типичную идею подготовить. Ладятся 3 побить. Ладятся 3. Ладятся 3. Ладятся 3. Ты бьёшь на E4. А, мне с F4-0. Вот F4-0. То есть это прекрасно произошло в партии. В драсплейстерском уровне можно вот так сделать. Надо было играть. Это, кстати, была партия Заров-Шамоэс. Учёные проявили невероятную психологическую силу. И они не сдались. Партия целых 40 ходов пробилась. Можно было сдаться. Как улучшить эту идею? Ну, конечно же, у нас типичная идея. Что там это нужно с пешкой E4 сделать. Войдя C4. Войдя C4. Правильно. Вот показала. На Fd2 как раз уже можно сыграть войдя C3. И ферзь не может ударить на E4. А если сыграть... Начнётся дополнительная линия, да? То есть... Ну, H6 здесь ходил на E7. Но все они недостаточно динамично. Так. Войдя D3. Правильно. Это лучшая защита. Как мы можем использовать теперь положение войдя на D3. В конце 5 можно прийти. В конце 5, так. И белые могут накидывать качество. В принципе, у них есть какая-то компенсация. Ну, насчёт того, что говорит движок. Он говорит, что в этой позиции белых есть ход с F6. Это лучшее решение. Словно F6. Коним F6. И потом задать. Войдя Hd3. Позиция у чёрных чуть-чуть лучше. А почему? В конце 5 нет. Вот это тоже можно назвать. Словно F6. Профилактика. Кот чёрных напрашивается. Ну, вот мы будем рассчитывать какие-то варианты, чтобы его сделать. Вспомним партию против турка. Она очень похожа. К позиционному рисунку. Несмотря на то, что совершенно другой дебют. Что ты видишь в этой позиции? Не то. Фон вообще может уходить. Ну, во-первых, ты видишь, у вас она. А во-вторых, какая фигура у белых. Не там находится. Конь с 3? Нет. Ну, конь с 1-3, конечно, хотел бы. В ферзе 2. В ферзе 2. В ферзе 2. Использовать позиционную. Это всегда происходит, когда ферзь наполняется на противоположном фланге. Конечно, поскольку ферзь фигура мобильная, фактически всегда у тебя будет всего лишь один-два темпа воспользоваться этой возможностью с помощью динамики. С5. 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 Ну, понятно, что если белые не ударят, то ты можешь как минимум сыграть С4, ты уже будешь на другом фланге играть. Типичное использование первичного большинства на ферзьем фланге. Ну, взять, отыграешь Д4, белые меняются. Бьем по ногу, да, потому что создаем в конце угрозу коня в 3. Белых проблема. Можно было сыграть, выйдя Д3, коня в 3, и без качества играть. Они сыграли король Ашанин. Ну, а тут все равно делается вход. Можно, конечно, Ферзь С5 сыграть уже и подбить итог, что у черных чуть лучше. Ну, у нас возникла данная позиция, и можно еще подумать, делать еще более сильный ход. Конь в 3. Представляете, ну, и тут все плохо. Два вторжения надо, два поменяться, как было в партии сыграть с Ашанином. Позиция развалилась. Ферзь, мне такая вот финальная атака. Что-то она была проведена. Обратите внимание, что Ферзь на 2 так не осталась. Отличный способ, как играть. Ты это понимаешь? В своих партиях можно брать много очков. Этим много. Кстати, очень часто занимался в своих партиях Альохин. Несколько внимательно бы изучил его творчество. Вот часто заводил Ферзя соперника на противоположный фланг, и потом резко перебрасывал фигуры на другой фланг и создавал решающую атаку. Талли играл по-другому. Наоборот, он создавал атаку сразу же на короля все фигуры. Более жестко играл. А Альохин играл вот в такие шахматы. Фактический принцип двух слабостей. Играет на одном фланге, потом резко обменяет в линии. За счет перевеса в развитии мы должны искать динамику. Ну и разносторонние рейхировки, наверное, будут. Не факт. Ну, скорее всего, да. 3 нуля пока невозможно за то, что пешка на 7 весит. Караканик, кстати, такой. Может получиться. Длиннее. Ну, E5 я смотрю. Ну, E5 будет C. Ну, C, D, D, E, E, F. Чем же он ударит? Пеш. Ну, не D, C ударит. А, D, C. В промежутке S1, C3, C1, F6. И на слон B5 будет войдет D8 или 3 нуля. Это ведет никуда. С5 не работает. Что еще? Сейчас С4 ехал, так чего? Сейчас С4. Давай посмотрим. Чорла здесь сыграли C, D. Она решила фигуру забрать. Ну, это сомнительное решение, потому что мы забираем. У короля F8 слон G6, конечно, без обсуждения. Здесь сразу поражение, поэтому надо идти к королю на D8. Мы, в принципе, как оценить эту позицию, все равно не сможем просчитать до конца. Она перспективна, да, Дубелка? Открытая позиция, нет координации между ладинами. Ну, если мы включим движок, то увидим. Белых выиграл. Так что здесь Анан сыграл принципиально, но плохо. Да, увидим, что движок просто хочет сыграть ферзь B6 и разменять ферзей, и после Е5 белые отыграют фигуру. У нас только плохая позиция у черта. Но, тем не менее, у черта было более принципиально. Продолжение 0-0. А тут что-то ты видел или нет? А сейчас уже могу пойти Е5. Ну, сначала конь Б5 пойти. Да, могу с конь Б5. О, вот, то есть движок это показывает. Именно конь Б5. Тут, если сравнивать Е5 и конь Б5, ну, как, после конь Б5 координация нарушается. И вот такая вот динамика. Конь Б5, ферзь Д8. Ну, на Д8 лучше всего. Отступать. Е5. Но, тем не менее, динамика продолжается. То есть, А6, как видишь, мы идем только вперед. Еф, конь Ф6. И тут у нас уже есть выбор. Достаточно приятный. У нас лишний фигу. Движок, как видишь, показывает современный. Тоже, конь А3 можно сделать. Ну, по-человечески можно сыграть и конь С3. Как видишь, Б5, ДЦ, БЦ, ферзь С4. У нас остается лишняя пешка. Ну, то есть, конечно, конь А3 это более принципиально. Такая фигура, она может выпасть из игры. Тут еще Ц3 может последовать. Фактически, фигура все равно отыгрывается. Ну, в общем, это уже приятный выбор. Так что, здесь два важных момента. Это первый момент. В самом начале, что мы играем с 1С4, делаем самый динамичный ход. И второй момент, это то, что мы играем именно сначала конь Б5, а только потом Е5. Спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки. Оставляйте комментарии под видео. Также, можете оформить спонсорство на канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok